А вот то, что они тронули мужа Пугачевой, это им дорого обойдется, конечно, потому что Алла Пугачева – это наша скрепа. Именно она. Никакое не православие и никакая не империя. Алла Пугачева – наша скрепа. И они тронули скрепу. И это им может дорого обойтись, конечно. Потому что рейтинг Пугачевой, не сопоставив десятки раз выше, разумеется, рейтинга Путина, реальный рейтинг. Потому что Пугачев, в отличие от Путина, выигрывает полвека конкуренцию. А Путин ни одного раза не выигрывал никакой конкуренции. И против Пугачевой мы видим, как они, ищу подходящий русский глагол, побоялись выступать против Пугачевой. И обратите внимание, в ответ на ее Демарш только несколько шавок подлавило из-под забора, а государство молчит. Песков молчит, Путин молчит. Никакого дела против Пугачевой нет. Они понимают, что это себе дороже. И это тоже очень характерно и симптоматично. Кажется, Пугачевой показал, насколько власть отдает себе отчет в своем низком рейтинге. Оно не посмело выйти против Пугачевой. Вот все это огромное государство. За всеми своими соловьевыми и киселевыми. Добрый день, друзья. Нет, друзья. Вот здесь какое дело. В обсуждении моего весь хитростного ролика про то, что Пугачева по вопросу ЦО стала второй по популярности певицей в России, ее Полина Гагарина, прозвучал такой комментарий, что, мол, Пугачева никогда не делала никаких политических сведений и не высказывалась о войне. Ну, это как сказать. Критические заявления она, конечно, сделала многократно. Последние ее экстерсисты в этом плане была поддержка олигарха Михаила Прохорова на президентских выборах или на каких-то других кислях. Кислях совсем не о том. Кислях насчет войны. Про войну она говорила. Я очень хорошо это помню. Не про эту, не про эту войну, но высказывалась. Высказывалась вполне конкретно. Это было в те дни, когда в Москве, в Московском театре были захвачены заложения. Был эфир, даже. Сюжет. У Пугачева свое отношение к случившемуся. Неожиданно серьезное. Я бы не хотела, чтобы даже бутафорские выстрелы звучали сегодня со сцены. Все против войны. И поэтому мы еще, так сказать, и не играем эти спектакли, чтобы тоже, так сказать, выразить свой протест против этой непонятной, какой-то грязно пахнущей войны, где страдают, в общем-то, обе стороны. И чеченская, и русская сторона. Уж лучше, во имя интересов людей, невинно страдающих и погибающих, в общем-то, не знамо за что, лучше признать поражение в войне, чем вот так долго продлевать эту кровавую победу. Ну, это страшно произносить. Да, это ужасно. Выбраны средства туристически отвратительные. Но надо еще помнить о том, что до таких средств доходят люди полные отчаяния. Понимаете? Абсолютно полные отчаяния. Поэтому очень, очень опасно что-то сейчас говорить. И если в этой абсолютно ослепленной фанатизме своих убеждений, эти люди, которые сейчас держат наших заложников, взорвут все, и всех, и себя в том числе, то не только это они взорвут. Они взорвут, прежде всего, еле-еле затеплившуюся надежду на окончание этой войны. Что тут сказать? Никто из нас не знает, как правильно. И каждое решение по-своему мужественное и достойное. Елена Курлянцева, Анатолий Чернобривец, Новости ТВС. Как бы понятно, что она ненавидит и Путина, и войну ненавидит. Ну, понятно же. Но я слушаю, что она его презирает. Никто в этом не смеется. Но там есть некая омерта. По этой теме, как бы, ну, вот власть кусать, просто бог с ними и так далее. А тут все-таки открытое выступление. Тут все-таки заявление, которое, ну, теперь уже не замажешь, не спрячешь, не скажешь, ой, это там ошиблись, там еще что-нибудь. Что ты думаешь? Ну, Алла Борисовна, давшая задницу, заднюю мне не очень укладывается в голове, честно. Нет, такого не будет. Давшая по заднице Путину, да, она укладывается. Нет, нет, она точно нет. Да, если она уедет, то смысл ей молчать. Там она, наоборот, заговорит. Как бы, пока дети в школе российской, тут еще такое дело, когда уехала, то что бояться? Окончательно. Во-вторых, ну, надо понимать, калибр Аллы Борисовны, это ж... Вот давай поговорим, вот Галибр, пост мы твой читали, но все равно давай поговорим, а какой это калибр на восьмом десятке певицы, звезды, исторической, конечно, личности, несомненно, она войдет в историю. Гигантская калибра. Но какой он сейчас? Гигантский. Все, что 40 плюс в России, и не только в России, это люди, она является частью их самоидентификации. Можешь себе представить масштаб. Это же однозначно совершенно. Она воплотила в себе все, что они инвестировали в свою молодость. Все самое хорошее. Под нее женились, под нее разводились, под нее детей рожали, под нее там еще все свадьбы, все эти самые и так далее, и так далее. На ее концерты невозможно было достать билеты. Более того, она же сумела сделать несколько совершенно невероятных вещей. Первая и самая невероятная вещь, она сумела одновременно быть любимой народом и системой, которую этот народ подавлял. Любили генсеки. Да, это известно. Брежнев вообще от нее заходился. Да, вот. И одновременно народ. То есть, ей было позволено в советское время вести себя невероятным образом, как личность Большой Буквы, где, в принципе, это дело не приветствовалось, мягко говоря. Система ее должна была задавить, но не задавила. Женщина, которая поет фильмы. Слово, она никогда не стояла в партии, не пела партийных песен. Примадонна, не пела партийных песен, да. В партии не состояла, за рубеж выезжала, там концерты давала. Это я тебе скажу, мама дорогая. При этом она позволяла себе шутки, причем очень опасные даже в советское время. Она позволяла себе нагличать в таком хорошем смысле, вести себя сильно проактивно. Ей все прощались, и мы сторгались, и все ее выходки в хорошем смысле и в плохом смысле передавались. Приветствую вас, друзья и недругие. Вы знаете, вот надоели эти разговоры про то, что Алла Борисовна Пугачева, а политичный, и все равно лишь бы творчество, политика никогда не для нас. Я уже просто затрахался напоминать про ее сотрудничество там с разными совершенно персонажами из политического поля, иногда сомнительными, иногда такими любимыми нашей богемой, как олигарх Михаил Прохоров. Но вот напомню давний ролик, когда она отопилась за Владимира Владимировича Путина. Это что, не политика? Я давно знаю Владимира Путина, знаю его как умного человека, у которого слова с делом никогда не расходились и не расходятся. Сказал, не пойдет на третий срок, значит не пойдет. Поэтому я не хочу участвовать в этом вселенском плаче. Путин, останьтесь, Путин, останьтесь. Я пойду и проголосую за Единую Россию, за его партию, а стало быть за него. И вам советую сделать то же самое. Всегда ваше Аллу Пугачеву. За Путина, за Единую Россию. Выбор. Много спрашивать вас про личную жизнь, мне интересно в этом смысле. Почему? Концептуально, ну потому что как-то... Меня лично это не очень интересует. А меня тоже интересует, так сказать, то, что может интересовать людей. Сейчас ты мне будешь про Путина, мне это не интересно. Про Медведя мне тоже не интересно. Я говорю про Путина сразу, вы думаете? Нет, вот это первое, что у тебя сразу Путин. Когда это? Я вам даже еще такой вопрос не задала. Подожди. Это знаете, то, о чем Алысый Аращевский. Я же не Чулпан Хаматова. Кстати, а если бы вы были Чулпан Хаматовой, вы бы поддержали Путина? Я не Чулпан Хаматова, поэтому я не могу сказать. Это тебе лучше знать. Если бы ты была Чулпан Хаматова, ты поддержала бы Путина? Ты же с ней общаешься. Ну вот, кстати, раз мы говорим о том, что я могу спросить... Вообще я не поняла, ты поддерживала Путина или нет? Это было настолько непонятно, да, в эту предвыборную кампанию? Мне кажется, это только вам, Алла Борисовна, было непонятно. Я вам так же отвечу. В моем окружении никому непонятно было. Поддерживала ты и не поддерживала? Я не знаю. То ты с Прохоровым вроде как Прохорова защищаешь и поддерживаешь, то вроде про Путина неплохо говоришь, то вдруг как бы... А когда я говорила, подождите, что я конкретно говорила неплохо про Путина или поддерживала Путина? Ну я сейчас могу тебе конкретно сказать. Но как-то и так невинятно. Поддерживая Прохорова, ты уже, получается, не поддерживаешь Путина. Я не говорила о том, что я поддерживала Путина. И в этом смысле как раз вы, насколько я знаю, снимались в ролике 4 года назад в поддержку Путина. Вот я и не скрываю. Правильно ли я понимаю, что вы поддержали Прохорову из вашего интервью для того, чтобы такие люди, как Прохоров, работал у Путина? Ну, чтобы они были где-то рядом все. Путин, Прохоров, Кудрин очень хороший. Есть несколько человек, которые... Значит, рядом все вокруг Путина или как? Медведев. Представь себе, что ты царица, да? У тебя есть сенат такой, да? Тебе нужно 10 человек хороших советников. Ты наберешь 10 человек? У тебя есть? Ну, я таких планов просто не строю. Ну, представь себе, у тебя же воображение хорошее. Вот ты царица, я Руси. Я даже не представляю себе. Ну, это плохо. Ты же хочешь быть большой и сильный. Ну, вы же царица, Алла Борисовна. Ну, хорошо, я царица. Мне нужно 10 человек. Кого бы вы взяли? Ну, я сейчас не буду. Зачем я буду говорить кого? Ну, зачем мне это нужно? Просто я говорю... Ну, подождите, мне-то нужно это еще представлять, а вы реальная царица. Подожди трещать. Я уже старая, больная женщина, меня тут можно сбить. Я говорю о количестве. Понимаешь? А такого количества нет рядом с Путиным. Всем ясно было, что он будет президентом. 10 человек набери. Понимаешь? Нет. Ну, 3, ну, 4. То есть вы хэт-хантер для Путина. Правильно я понимаю? Ну, может быть. Я не знаю, что я хэнтер. Ну, это человек, который ищет людей, которые будут работать. Ну, нет, я уж смело моя. Я, вообще-то, бывшая певица, артистка. Я не хэнт. 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 Такое словечко придумаю. Боже мой. Нет. Я просто смотрю со стороны и могу сделать выводы, что вот этого не хватает. Потому что не хватает, прежде всего, потому что... Я выросла на том, что говорили, что партия — это слуги народа. Понимаешь? Ну, тогда-то уже плохо служили, а сейчас вообще забыли. То есть народ в служении власти. А вообще власть — это слуги, которыми надо хорошо обращаться, которым надо неплохо платить для того, чтобы они обслуживали нас, народ. Понимаешь? Ну, так а если забыли, нужна ли такая власть, которая об этом забыла, что они слуги народа? Такая есть. А потом уже, может быть, напомнить. Один напомнит, второй напомнит. Вот эти десять. Какая есть. Власть можно менять. Как напомнить? Да найди сначала десять человек. К тому же Путину, которых он бы прислушивался к которым. Понимаешь? Все обещания, данные Владимиром Путиным фонду «Подари жизнь», всегда были выполнены. Помощь должна быть осязаема. Поэтому я буду голосовать за него. Поява Хаматовой у промо-компании Путина выкликала бурхливую реакцию. В интернете ее называют зрадницей або заручницей. Сама Чулпан свои вчинок не прокомментовала. Ну, Шевчук же достаточно бескомпромиссный человек. А насколько вы компромиссны? Да, я компромиссна. У меня есть фонд. Поэтому в этой истории, в смысле, если говорить про политическую ситуацию, у меня ситуация сложнее, чем у Юры Шевчука. Она не такая простая. Если бы не было фонда, если бы я не была мамой трех детей, я пошла бы на баррикаду. Мне даже, наверное, было неважно, за кого и куда. А почему? Не знаю, какой-то такой дух борьбы сидит во мне априори. Наверное, из-за советского прошлого, из-за книг про Марата Козея, Зои Космодеменскую и так далее. А я правильно понимаю, что в тот период Пугачева еще не была такой известной? Она не была номер один? Или все-таки она уже была звездой? Нет, она уже была номер один. Была звездой уже, да? И Эльдар Александрович добивался от нее, чтобы вот ушло какой-то такой эстрадный налет, а была какая-то задушевность. Получилось? Да. А вы когда петь начали? Видите ли, Женя, мне придется рассказать одну историю. Отлично. Да? Когда мне было 8 лет, а был Новый год, значит, вот мне 8 лет, я училась в третьем классе, кажется, в третьем. Это был 43-й год, а Новый год был на 44-й. Шла война. Все это происходило в Омской области, 100 километров от Омска, Борисовский зерносовоз, где я жила и там проучилась и окончила 10 классов. И там вот, когда я училась во втором классе, ну, вот я сейчас не помню, наверное, в третьем все-таки. Или 9 лет было мне, или 8, это я не помню. Так вот, тогда шли эти трофейные фильмы, которые посылала Америка. Второй фронт она не открыла, а посылала для поднятия русского духа, она посылала вот такие смешные фильмы. Ну, и среди них был фильм «Серената Солнечной долины». И там была песенка главной героини «Мне декабрь кажется мая, и в снегу я вижу цветы, а чего так в мае сердце замирает, знаю я, знаешь ты». И я выучила эту песенку, так как этот фильм стреляла, наверное, 5 раз, может быть больше, может быть меньше. И на Новый год это было мое первое публичное выступление. Почему я пела или я спросила ли меня, она, значит, это я не помню. На мне была война, ничего не было. Такие марлевая юбочка, я помню, но в один слой. И просвечивали голубые штанишки с начёсом. И мальчишки показывали пальцем, ну, вроде как я голая. Вот. И я спела эту песенку. А я хочу уточнить, это выступление было в школе на каком-то... На Новом году, Новый год. Но где этот Новый год был? В Борисовском зерносовходе, в школе. В школе, понятно. В школе, конечно. Но спела, были аплодисменты. И это было мое первое выступление на зрителей. Правда, первое выступление было раньше. Но это было, значит, второе. И после выступления, после этого концерта, здесь стояла мама, здесь стояла моя учительница. Потому что я училась или в третьем, или во втором классе. Я сейчас не могу вспомнить. Кажется, всё-таки в третьем. Подошла Александра Григорьевна Бриккер, которая была у нас завучем в школе, и стала их ругать. И маму, и эту... А я стояла в середине и смотрела то на маму, то на учительницу. И Александра Григорьевна была очень человеком резким. Она из Ленинграда была эвакуированная. И она говорила, ну, типа, вы дуры, вы... Как вы могли позволить маленькой девочке петь про любовь? Ну, как вы могли позволить? У вас в мозгу ничего не было. И она говорила и говорила. Те краснели и молчали. Я смотрела то на ту, то на другую. И, конечно, ничего не сказала. Когда закончилась, значит, эта отповедь, я бы сказала, мы с мамой пошли домой. У меня поднялась температура 39, не знаю, ровно или с чем-то. И три дня я проболела и перестала петь. Я больше никогда не пела. И только на первом уроке вокала, когда я пришла к Галине Петровне Рождественской, я к ней пришла и сказала, у меня нет ни слуха, ни голоса. Он засмеялся, сказала, таких людей нет, чтобы не было ни слуха, ни голоса. И она сделала гамму. Я подхватила. Через полтора месяца я пела у нее роман с Абитхоином. А когда мне Павлович Холмский дал роль мамаши Кураж, он сказал, Валя, надо петь зонги Брехта. Я говорю, Павлович, еще можно записать на плюс? Нет, вы будете петь вживую. Я что-то сказала. Нет, 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 будете петь вживую. Мне хотелось сыграть эту роль, и я пела вживую три романса. А вы получаете удовольствие, когда поете? Ну, а как не получать удовольствие, когда ты поешь? Я вообще получаю удовольствие, когда слушаю, кто поет. Это дар, который дается человеку свыше. А кого вы слушаете сейчас? Всех. Ой, мне нравится Лепс. Мне нравится Панайотов. Я заслушиваюсь когда. Потому что, когда человек поет, ну, кто-то мне сказал, что голос – это звук души. И видно человека всего. Видно всего биографию. Это куда-то идет, туда, наверх, если хорошо поет.